Так, сегодня посмотрим, как работает LuckyPatcher, как он убирает рекламу из приложений. На примере такой маленькой программки, как калькулятор. Так, я тут уже кое-какие действия и манипуляции производил с этой программой, поэтому заходим в LuckyPatcher, находим ваше приложение, установленное в системе. Так, вернём всё на места своя, как говорится. Вот запущенное приложение, скачанное из маркета. Вот эти окна, которые мы видим, рекламу, которой она режет нам глазки сверху и при выходе. Запускаем наш LuckyPatcher, находим приложение, долгий таб, видим менюшку, находим строчку «Удалить рекламу». Предлагается два способа, либо «Удалить рекламу патчем», либо «Отключить рекламные активити». Если я нажму «Отключить рекламные активити», вот вы видите список. Вверху видно, жёлтым подсвечивает патчер ту рекламу, которая использует приложение и ту, которую мы видим при выходе из самой программки. Если я нажму и делаю вот так, то при запуске программы мы увидим вот такой вот симпатичный красненький логотипчик, который нам тоже мешает. Поэтому возвращаемся в программу LuckyPatcher. Удалить рекламу. Оставляем всё на своём месте. Далее. Удалить рекламу патчем. Здесь по умолчанию патчер выставляет те режимы, в которых он будет работать. Нужно, конечно, каждый проходить и изучать, но с опытом вы поймёте, что нужно, что не нужно здесь. А пока мы просто оставляем по умолчанию и не доверяемся самой программке. Нажимаем «Пропатчить». Это самые простые действия, которые может выполнить рядовой юзер и без никаких либо там заморочек, то есть попробовать свои силы в удалении рекламы. Вот мы видим три пункта выполнено, три не выполнено, так как не были найдены шаблоны, по которым может работать программка. Запускаем. Так. Видим, что верхней строчки не стало, но логотип, который выскакивал и ранее, он и ранее, он и сейчас выскакивает. Поэтому возвращаемся опять в «Лаки Патчер», «Удалить рекламу», «Навключить рекламные активити», «Отключаем», «Запускаем». Так. Теперь у нас программка работает. При выходе – чистый выход. Имеем чистый выход, без никаких либо… Чистый вход в том плане, что сверху пусто, нет никаких логотипов, и выход чистый тоже. Вот. На основе вот этих простых действий можно комбинировать два метода и создавать приложение без рекламы. Вот такие вот чудесные программки придумали люди. Продолжение следует. Продолжение следует...